В сезон отпусков у людей, безусловно, больше времени. Иногда люди путают день с ночью, потому что праздники, развлечения. Ночью наша служба стала более востребованной. Можно сказать, что количество вызовов увеличилось на 40-50%. Операторы службы рассказали, что в большинстве случаев звонящие в ночное время – это люди, уже употребившие алкогольные напитки. Например, вчера вечером почти 90% звонков по телефону 112 были сделаны пьяными людьми. Если мы говорим об этих 90% из звонящих в состоянии алкогольного опьянения, то 40% из них в разговоре с нами используют ненормативную лексику – критикуют нас, угрожают нам. Но это наша работа, и мы пытаемся помочь людям вне зависимости от ситуации. Бывает, что люди обращаются в службу экстренных вызовов и с очень странными просьбами. Так, например, недавно мужчина позвонил для того, чтобы оператор вызвал ему такси, потому что у самого мужчины не было денег на счету. «Прошлой ночью 13-летний ребёнок очень часто звонил в службу 112. Я даже подумала, что над ним издеваются другие люди. Мы отправили туда три бригады. А уже на месте выяснилось, что мальчик просто издевался над нами». В июле операторы зарегистрировали рост обращений по поводу состояния здоровья детей. Чаще всего обращались в связи с высокой температурой и проблемами с глотанием. Таких звонков стало на 25% больше, чем в июне. Кроме того, операторы рассказали о своих так называемых постоянных клиентах. «В июле у нас был мужчина, который звонил нам 366 раз и говорил, что хочет сообщить о случаях незаконной торговли». Более 250 тысяч обращений в службу 112 поступило только в июле. В среднем это около 7 тысяч звонков в день.